Вот и осень, и ее самый первый и самый главный праздник, 1 сентября. День знаний, начало нового учебного года, украшено цветами и шарами, и главное, самыми нарядными, трепетными первоклассниками, вступающими в совершенно новую, незнакомую жизнь, но уже со вполне определенными целями. Зачем ты идешь? Чтобы быть умный. Учительный. Чтобы букет удалить. Эти первоклассники вместе со своими однокашниками пополнили ряды учеников одной из старейших школ города, расположенной в Затверичи, 31-й. В этом году на ее юбилей 60 лет. Мы подготовили от депутатов большой подарок. Мы благоустраиваем территорию вокруг. К 1 декабря у нас появится тротуар до улицы Маяковского, будет отремонтировано здание начальной школы. Это было сделано по инициативе губернатора Труской области и по инициативе региональных классов Труской городской думы. Вложение составляет более 20 миллионов рублей. И мы надеемся, что территория вокруг школы станет безопасной. Появятся не только тротуары, появятся пешеходные переходы, разметка, новое освещение. О том, как важна для школьных учреждений поддержка властей, и о том, что делается в этом направлении, говорила и почетный гость торжественной линейки, депутат законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко. Проявляет заботу о детях и наш губернатор Игорь Михайлович Руденя. Он очень много уделяет внимания по ремонту школ, по ремонту кровли, по замене оконных проемов, по оборудованию. Сама Лилия Корниенко на протяжении многих лет непрерывно осуществляет собственную программу поддержки детских образовательных учреждений. Это и помощь в ремонте подшефных школ, и экологические субботники по уборке территорий, и поощрение отличников учебы сладкими стипендиями, и, конечно же, традиционные подарки первоклассникам от волжского пекаря. В этом году более 700 ребят в разных школах города ушли с торжественной линейки с тортами в руках. И в их числе 65 первоклассников 31-й школы. Этот день и сказку от волжского пекаря они наверняка запомнят надолго. В добрый час!